во имя отца и сына и святого духа аминь продолжаю начитывать серию книг беседы абрацию николая николаевича не плюева эта книга состоит из двух частей путь веры называется и голос верующий мирянина по поводу предстоящего собора вот я сейчас начитываю путь веры 7 лекцию где он выступал называется она всероссийское братство и союз людей доброй воли кроме доброй воли нужно во всяком деле и организация если бы на призыв собора не отклюкнулись многие духовное возрождение россии осталось бы платоническим пожеланием собора если эти многие не объединятся и не организуются их разрозненные усилия далеко не принесут стране той громадной пользы какую могли бы принести объединившись на это святое дело объединив для торжества его свои умственные материальные и духовные силы на самом себе я испытал насколько трудно действовать одному идея против течения не находя достаточной нравственной поддержки в окружающем обществе на самом себе я испытал это что и это возможно что даже и одинокий представитель веры и доброй воли не покинут богом сил получают от господа и благодатной силы и благодатное утешение благодаря которому может и один идти против течения но мы не имеем права искушать бога требовать чудес благодати его сами ниже не делая всего от нас зависящего для того чтобы разумно служить ему не раз на этом пути жизнь что становилась для меня красноречивой притчей при самом утверждение братства в течение девяти лет могучий по положению и по личному влиянию своему сановник не сочувствовавший мне во многом тормозил дело утверждение устава трудового братства молодые люди выходили из сельскохозяйственных школ объединялись на дело веры любви и мира а я терял всякую надежду на возможность легализировать их положение органически связать это дело с церковью поместной и тем обеспечить за ним характер церковный характер общецерковной и общегосударственной полезности вливая эту живую оздоровляющую струю в живые организмы церкви и государства что для меня было насущной потребностью любви мои сочинения браковались духовной цензурой а когда разрешались к печатанию то в таком искаженном виде с таким сотрудничеством цензоров что я считал бы плагиатом подписать под ними мое имя и вынужден был печатать их в лейпциге и берлине что для меня верного сердцем русской православной церкви россии было большой скорбью и вот когда по логике земных видений у меня не оставалось никакой надежды на успех все устроилось помимо меня устав был утвержден и утвержден против желания самого могу могучего сановника того ведомства который устав утверждала и ввоз а потом и печатание в россии почти всех моих сочинений были разрешены неприязненные отношения могучего сановника от этого не уменьшились а увеличились депутации братства на официальном приеме было заявлено что братство наше только до времени терпимо прошли года до времени терпимым оказался тот от кого исходил эта угроза мне лично насмешливо говорили чё же вы беспокоитесь если дело ваше дело божие как вы это думаете нам не удастся разрушить его прошли года дело братство постепенно росло крепло и духовно зрело а многие тверд твердыни в устойчивости которых не было сомнения сотрясались на основании своих и казалось готовы были рушится и во многом жизнь была для нас притча и назидание что испытал я сойдя с пути видения на путь веры испытывают и все которые сделать тоже и они испытают с одной стороны великие трудности этого узкого пути трудности по логике видения призрака земного бытия непреоборимых с другой и неизбежной по логике веры чудеса милосердия божьем твердо вере возможности всяких чудес для господа никогда не дерзал рассчитывать на эти чудеса тем более требовать чудес от господа ищел бы даже одно ожидание чудес за преступную безумную гордость и грубое кощунство дерзостного искушения вполне сознавая до какой степени сам я не достоин чуда божьего верующий зная что сила божья в нем еще совершается только и может когда дух побуждает его к тому сказать вот я господи прими меня святую руку твою вот я язык твой перо твое и рука твоя если на тот святая воля твоя во всем да будет святая воля твоя во мне со мной и через меня если я при исключительно благоприятном социальном и материальном положении своем был не раз по логике человеческой безвыходном положении на этом пути и выводили меня из него чудеса милосердия божия тем более трудно будет положение людей менее обеспеченных и независимых тем чаще потребуется для них благодатная помощь божия тем более будет с их стороны дерзостным искушением бога не не сделать все от них зависящее для облегчения дела и успеха его напрасно было бы думать что в настоящее время при более свободном режиме свобода добра обеспечена россия на опыте пережила как может ущерб свободе добра воспользоваться свободой зла которые излом не было бы если бы не воспользовались свободой для подавления добра вся разница в том что иные новые препятствия возникнут вместо прежних свобода не ставит человека на путь веры а ходящее видение всегда будет неприливыми врагами ходящей верою и свободы воспользуются обязательно для более свободного проявления своей враждебности это все от них зависящее и состоит в том чтобы после доброй воли отдать себя и жизнь свою на дело оздоровления дух души народной и духовного возрождения страны путем преображение умов сердец и жизни в достояние божия в единение со всеми желающими вступить на этот благословенный путь и встроенной организации этого единения и этого общего дела все относительно в этом мире очень редко встречается святая гармония полного соответствия между буквой и животворящим духом ей соответствующим не всякий говорящий мне господи господи войдет в сердце небесное но исполняющий волю отца моего небесного матфея 7 глава 21 стих приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком сердце лишь далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим матфея 15 глава 8 9 стих не все верующие и не не верующие окажутся таковыми в очах божия есть и вере буква и дух животворящий многие верующие в букву бытия божиего в букву христа пришедшего плоти в букву церкви догмата канонов и само откровение остается чуждо животворящим духу веры верят в царство силу и славу зла а не добра соответственно тому и думают и чувствуют и живут в очах высшего добра мира они уже не верующие как бы не были обширные богословские познания как бы точно не знали букву правоверного догмата как бы точно не соблюдали букву правоверного обряда и наоборот некоторые отрицающие многие буквы веры обманутые рутинными понимания этих букв и позорной рутинной жизни большинства верующих но верующих живой верой в царство силу и славу добра всем разумением любят добро и самоотверженно работая на торжество его в жизни окажутся в очах божий не сравнены более правоверными нежели первые и многие проститься им за то что они возлюбили много вот почему в деле оздоровления души народной и духовного возрождения страны могут принять участие не только сознательно верующие но и те которых я назову добрыми самарянинами те которые верят в царство силу и славу добра не имея счастья верить в реальное бытие всемогущего бога добра бога живого те которые страдались оргии зла окружающей жизни тоскуя по добру бессознательно тоскуют по богу которого бессознательно любят от которого милосердного зато получат и благодатную помощь и благодатное утешение дух дышит где хочет евангелие от яна 3 глава 8 стих вот почему и организации объединяющие людей доброй воли на дело минус созидания добра в жизни русского народа нужны две одна религиозная форме всероссийского братства задающего целью объединить верующих ревнующих о боге и правде его оказываем нравственную социальную материальную поддержку в их добрых начинаниях на пользу здравления души народной и духовного возрождения приходов другая светская форме партии задающиеся чисто этическими целями вроде партии мирного прогресса программа которой мной предложено или вроде общество социального мира основанного в париже фредериком ле пле и внизу ссылка дается лепли фредерик пьюер гиуом 1806 года по 1882 год французский социолог политический деятель горный инженер профессор политической школы в париже 1871 году положил начало местным союзом социального мира насчитывающим во свыше 2000 членов отделение которое легко может быть основано в россии об учреждении всероссийского братства я думал еще в 1898 году сознавая громадную опасность для нашего отечества мировой пропаганды принципов западной европейской боевой культуры из которой вместо бога живого столь многие наши соотечественники сотворили себе кумира и слепого доверия которым переносят на русскую почву многое что стало вредной закваской на западе и грозит бедствием хронической социальной и политической борьбы глубоко развращаем мы и сердца народных масс по этому поводу были напечатаны мною объяснительная записка и во званиях соотечественникам и единоверцам приглашавшие учредить всероссийское братство для сплочения верующих на дело созидания добра на луне приходов остающихся без того распыленными совершенно дезорганизованными совершенно неспособным защищаться от всякой вредной закваски много раз я собирал по этому поводу частые совещания в петербурге приглашая на них и представители духовенства и представители самых разнообразных слоев общества такие же совещания устраивал я и во многих других городах наконец группа священников с доктором богословия профессором петербургской духовной академии во главе приняла мои предложения и решила немедленно приступить к соответствующей деятельности это начинание разбилось тогда о противодействии ведомства признавшего учреждение всероссийского братства делом не своевременным в прошлом году надеюсь на то что после всего пережитого нашим с отечеством многие убедились что дело это теперь не только своевременно но неотложным я возобновил попытка осуществить это начинание начинание на этот раз совещание по этому вопросу состоялась киеве в зале религиозно-просветительского общества и было настолько многолюдно что громадное зало было почти полна насколько с тех пор назрел этот вопрос видно из того что многие выдающиеся представители профессуры многие выдающиеся общественные деятели много представителей духовенства учащихся молодежи и все высшие представители местной администрации с генерал-губернатором во главе почти ли это совещание своим присутствием доклад мой был заранее напечатан брошюра под название потому знают все что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой в этом докладе я предлагал учреждение общих организаций религиозной светской в киеве отнеслись с большим сочувствием к первой по поводу второй насколько мне кажется считают более возможным учреждение в россии отделение общества социального мира нежели партии мирного прогресса по программе изложены мной в брошюре партия мирного прогресса ее идеальной основы и жизненная программа в результате совещания на котором по прочтению моего доклада высказались профессор п.в. никольский и тут ссылка дается никольский петр васильевич с 1858 года по 1940 год врач дерматолог профессор варшавского университета председатель киевского губернского отдела союза русского народа состоял почетным членом киева юрковецкого свято-макариевского братства представителем которого был священник михаил алабовский профессор в зе завитневич ссылка тут дается завитневич владимир зенонович зенонович с 1853 по 1927 год Философ, богослов, археолог, литератор, профессор Киевской Духовной Академии по кафедре русской гражданской истории. Автор исследования Алексей Степанович Хомяков. Том 1. Киев. 1902 год. Докторская диссертация. Киев, 1913. Священник Алабовский. Также дается ссылка здесь. Алабовский Михаил Петрович. С 1874 по 1937 год. Протеерей. Председатель Киевского отдела Союза Русского Народа. Председатель Киево-Юрковецкого Свято-Макаревского Братства. Расстрелян 21 декабря 1937 года. В 1981 году канонизирован РПЦЗ. И некоторые другие. Образовалась комиссия по вопросу об осуществлении моих предложений в составе высших поименованных лиц. Архимандрита Дмитрия. Священников Синкевича. Также ссылка дается. Синкевич Феодор Николаевич. С 1876 по 1937 год. Протеерей. Председатель Киевского отдела Союза Русского Народа. Председатель Киева-Юрковецкого Свято-Макаревского Братства. Расстрелян 21 декабря 1937 года. В 1981 году канонизирован РПЦЗ. Синкевич Феодор Николаевич. 1876 по 1946 год. Протеерей. После 1909 года возглавил Киево-Юрковецкое Свято-Макаревское Братство. Некоторое время исполнял обязанности председателя Киевского губернского отдела Союза Русского Народа. С 1912 года председатель Патриотического общества молодежи Двуглавый Орел. В 1919 году эмигрировал. Капралова. Тоже та же ссылка дается. Капралов Евгений Затикович. В 1868 году. Дата смерти неизвестна. Протеерей. Законоучитель Киевского Алексеевского инженерного училища. Член Поместного собора Православной Российской Церкви. 1917 по 1918 годов. Та же профессора Экземплярского. Экземплярский Василий Ильич. С 1875 по 1933 год. Религиозный писатель, богослов, профессор по кафедре нравственного богословия Киевской Духовной Академии. Редактор журнала «Христианская мысль». Бессменный секретарь Киевского религиозного философского общества. Та же тут другой дается. Ссылку. Гроссу. Николай Степанович. С 1867 по 1938 год. Протеерей. Экстраординарный профессор Киевской Духовной Академии по кафедре истории Греко-Восточной Церкви. Настоятель храма Киевского православного религиозно-просветительского общества. Рейхенберга. Генриберга и князя В.Л.Д. Живахова. Живахов Владимир Давидович. С 1874 по 1937 год. Князь. Впоследствии епископ Могилевский Иосаф. В 1924 году был арестован. Семь месяцев провел в тюрьме Киева. Сразу после освобождения принял монашество. В 1926 году был хиротинесан воепископа. В 1926 по 1929 годах находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения. После лагеря три года провел ссылки в Нарымском округе, восточно-сибирский край. Расстрелян в 1937 году. Определяем Священного Синода Русской Православной Церкви. От 17 июля 2002 года его имя включено в Соборного Мучеников и Исповедников Российских. Таким образом, Всероссийское Братство на пути осуществления в Киеве, откуда даст Бог распространиться его полезная деятельность и на всю Россию, везде открывая отделения свои, с тех пор в Киеве дело заглохло. И теперь возродилось в Петербурге. Ссылка дается. В последние годы жизни Николай Николаевич Неплюев активно пытался создать Всероссийское Братство с единым уставом и управляющим органом под покровительством Синода и Императора. Всероссийское Братство, как он его понимал, должно быть объединить всех верующих, как мирян, так и духовенством, да то ли разрозненных, желающих перейти от одиночества и озлобляющей критики зла к честной жизни и поверье. Главной целью создания Всероссийского Братства Николая Николаевича Неплюев считал пробуждение церковного самосознания. Вместе со Всероссийским Братством Николай Николаевич Неплюев предлагает организовать Партию Мирного Прогресса, светскую организацию, которая могла бы объединить людей доброй воли. В 1906 году Николай Николаевич Неплюев приехал в Киев, где попытался образовать общество по созданию Всероссийского Братства. Его усилиями составилась комиссия для написания устава этого братства. Но на этом деле остановилось. На этом дело остановилось. Тогда Николай Николаевич сам написал проект устава, и с ним в 1907 году приехал в Петербург. Осуществить этот проект ему так и не удалось. В декабре 1907 года он тяжело заболел и через месяц скончался. Остается осуществить вторую светскую организацию. Буду счастлив, если найду людей доброй воли, которые пожелают принять на себя труд основать центральное управление этой организации в Москве или Петербурге. Насколько назрела потребность в выяснении жизненной правды веры и того, что и как, согласно этой святой правде, можно сделать для оздоровления души народной, для уразумления жизни и мирного созидания добра, для сплочения людей доброй воли и организации их совместной деятельности на этом пути, жизнь дает нам ежедневно все новые и новые доказательства. Со всех концов не только России, но и Европы я получал письма, в которых рядом с доходящей до отчаяния, неудовлетворенностью рутинной жизни говорят о нашем братстве, как о путеводной звезде, самое существование которой на луне православной России утешает, примиряет жизнью, внушает и к России, и к Русской Православной Церкви такие чувства любви, уважения и доверия, которые к нам не питали, пока думали, что такое проявление сознательной веры и честной жизни по вере на луне их несмыслимо. Как многие говорили нам, что даже кратковременное пребывание в братстве является для них духовным вдохновением, дает им силы не поддаваться влиянию заедающей среды, на всю жизнь останется для них памятна как доказательство возможности осуществления христианской правды и мирного созидания добра в жизни. Не раз мне говорили и писали, что мои сочинения именно благодаря тому, что все в вероучении и в вопросах, относящихся к согласованию жизни с верой, я в них освещаюсь с точки зрения верховного закона христианского откровения, с точки зрения разумного братолюбия при свете любви к Богу всем разумения. Помогли уверовать, а разумили для них веру и жизнь по вере, сняли с глаз души повязку, наложенную рутинным пониманием. Из врагов веры и церкви сделали уверовавшими и возлюбившими. Одна интеллигентная женщина из литературного мира писала мне, что, прочтя мои сочинения, впервые после 16 лет пошла в церковь, исповедовалась и приобщилась. Другая, приехав к нам самодовольно неверующей, с резкой насмешливостью, говорившая о вере и церкви, озлобленно порицавшая духовенство, прожив в братстве в качестве гостя всего несколько недель, пожелала говеть в нашем храме и просила дать ей крест от имени братства, на которую она смотрит, как на восприемника своего, получив духовное крещение на лоне его. Третья признавалась, что никогда прежде не понимала жизненного значения веры и любви, и именно потому не находилась в вере улитетворения ума и сердца. А поняв жизненное значение веры и любви на деле братства трудового, из моих сочинений, сознательно переходит на сторону веры и церкви. Четвертая, еще недавно прощаясь с братством после месячного в нем пребывания, с глубоким волнением говорила, что чувствует себя духовно перерожденной. Приехав неверующий, нервно больной и ожесточенный против людей, уезжает уверовавший, исцеленный и примиренный. Все это я могу говорить без всякого самодовольства и самохватства, зная по опыту, как сами по себе мы, люди, ничтожны и как мало имея участие в силе и славе Божьей, в немощи нашей совершавшейся. Вера и любовь – вот вся заслуга наша. Даже и в вере, и в любви мы бы не устояли без помощи благодати Божьей, если бы на себя, а не на Бога надеялись. Все остальное, все доброе, и в мыслях, и в делах наших, ставшую достоянием Божьим, не наше, а Божье. И стыдливая скромность по отношению к силе Божьей, в немощи нашей проявляющейся, была бы совсем не смирением, а недомыслием гордости. Многие письма, получавшие мною за 25 лет моего служения на созидание Дела Братства, имели характер отчаянного вопля и страдавшейся души, буквально тонющей в пучине моря житейского, устрашенной непроглядной духовной тьмой окружающей жизни, коченеющей от невыносимого духовного холода, умирающей от духовного голода и жажды. И все это одинокие, разрозненные овцы, нелепо блуждающие между волками хищными, и не собираясь в словесное стадо, и не едя за добрым пастырем. Как часто эти одинокие, живые души обращались ко мне с просьбой оказать им поддержку в письменном общении с ними, не отказывать им в руководстве и материальной поддержке. То, что не посилено ни мне, ни трудовому братству нашему, может и должно быть сделано организациями, специально задающимися целью духовного поддержать, объединить и организовать благотворную деятельность этих одиноких, этого меньшинства людей, доброй воли, разрозненного и неорганизованного, среди сплоченного на зло и организованного большинства, безразличия героев зла. Пособников зла или к добру и злу равно постыдно равнодушных людей, то мечтающих о добре, то увлекающихся злом и всегда со злом, под разными предлогами, бессрочно уживающихся. То же происходит и на Западе. Очень поучительно, что жизнь породила там армию спасения, задающуюся целью спасать самых низкопадших людей, потерявший образ человеческих в дебрях современной культуры. Всегда практичные англичане признали жизненную необходимость этого дела, заимствовали все доброе из армии спасения. Тут дается ссылка. Армия спасения. Вне конфессиональной, религиозной, благотворительной организации, основанная в 1865 году методистским проповедником Улиминсом Бутом. Деятельность армии спасения в основном заключается в организации общественных столовых, ночлежек, больниц и школ для имущих. Штаб-квартира организации находится в Лондоне. Отвергнув то, что в ней имело характер кощуственной, орликинады и создали свою армию церкви. Ссылка дается. Англиканская церковь в противовес деятельности армии спасения в 80-х годах 19 века основала церковную армию. Она имела в своей задаче миссию и привлечение в общение с англиканской церковью. Поставив во главе ее двух уважаемых представителей англиканского духовенства Карельеле и Кембеле. В Германии этой же целью задается дело внутренней миссии. Внутренняя миссия Германия восходит в 1848 году, когда на Витеберской церковной конвенции Иоанн Хинрих Вихерна представил программу внутренней миссии, имеющей свои цели преодоления духовной и материальной нищеты. Тоже был создан Центральный комитет внутренней миссии Немецкой Евангелистической Церкви. Следуя этому примеру, в городах и регионах стали создаваться местные и региональные объединения внутренней миссии с независимыми приютами, богодельными, миссиями мирян и организациями, занимающимися образованием и уходом, заботившись о благополучии нуждающихся. Очень поучительное признание сделано мне главой одного из этих союзов, распространяющий свою деятельность на всю Германию, графа Анрея Бернсторфа. Он мне сказал, грустно осознавать, что громадные нравственные усилия и материальные затраты нашего союза приводят в конце концов к очень незначительным результатам. Из моря нужды и скорби мы вылавляем тонущих людей, едва даем вздохнуть и не ставя их на твердую почву, вновь погружаем их в то же море, на волнах которого они скоро опять захлебываются. Это доказывает, что мы не должны и в этом деле становиться на путь слепого подражания, чтобы либо перенимаясь с запада, а должны и это дело сделать вполне самостоятельно и гораздо более цельно, чем оно там делается. На западе все эти организации не стремятся осуществить христианскую социальную правду, соборности и братства в жизни. Все эти организации имеют только характер широко и умно организованной благотворительности, остающейся все же благотворительностью бессистемной, систематично не организуя жизнь на началах веры, мира, любви и добра. Оттого остаются в большей степени бесплодными все их усилия оздоровить душу народную путем устной проповеди христианства и христианской морали, совершенно неприложимых к тому антихристианскому строю жизни, в котором продолжают мириться как с чем-то неизбежным. Отдельные умы и там начинают это осознавать, но в жизни никто там цельно с пути видения на путь веры не переходит, именно всякими видениями приходящих призраков земного бытия извиняя и даже оправдывая свою нерешительность. В Женеве разговаривал с профессором Эрнстом Навильем Жюль Эрнест 1816 по 1909 швейцарский реформаторский богослов и философ, профессор философии Женевской Академии и его другом Эрнестом Фавром, тратившим большую часть своих громадных доходов на христианизирование и морализование Женевы, достигая при этом тоже очень малых результатов. Я услышал от них следующее высокопоучительное мнение о главной причине современного неверия того, что церкви посещаются только стариками, женщинами, детьми. Люди, творящие жизнь, не могут не осознавать, что между этой жизнью и верой очень мало общего. Им стыдно идти в церковь, чтобы там в короткое время пожить высокими мыслями и чувствами, совершенно неприменимыми к той жизни, в которую они погрузятся, выйдя из церкви. Перед ними альтернатива не верить или совершенно переделать строй жизни по требованию веры и христианской совести. Они предпочитают совсем не думать о вере и не ходить в церковь, чтобы бесплодно не тревожить совесть. Очень характерно, что, сознавая это, тот же Эрнест Фавор не делал из этого вывода о необходимости цельно согласовать жизнь с верой и сам оставался на почве благотворительности совершенно в духе благочестивых упражнений и благоугодного самоистязания. Не менее интересное и поучительное признание, которое мне довелось услышать на конгрессе христианских рабочих в Ремсе во Франции. Бывший атеист и анархист Робер в духе всенародной исповеди публично на конгрессе рассказал, как он стал верующим и мирным тружеником, поняв правду веры и высшую жизненную правду жизни по вере даже на слабых попытках французских христианских социалистов перейти от того, что есть, к тому, что быть должно, в то время, как раньше он был убежден, что никакой жизненной правды вера в себе не заключает и никакой определенной программы упорядоченной жизни не имеет, что и сделал его атеистом и анархистом. Если даже такие слабые попытки осуществления христианской правды с громадной перемесью политики всяких компромиссов с духом времени и современной боевой культурой, какими являются организации христианских социалистов во Франции и монашеского ордена друзей труда, в Бельгии приводят к таким утешительным результатам, какой могучей проповедью делом, возвращающей к вере и покрывающей жизнью правду по всей ее разумной практичности и дивной духовной красоте, будет православный приход, сплоченный цементом любви, разумно организованный на началах веры, действующей любовью, ставшей цельным достоянием Божиим. Православная Россия должна дать всем другим народам пример цельного перехода с путеведения на путь веры, с пути общеевропейского боевого прогресса на путь мирного христианского прогресса, цельно осуществляя христианскую правду жизни по вере, действующей любовью, разумного братолюбия при свете любви Богу всем разумением. В этом ее самобытное слово, в этом ее самобытное дело. Горе есть, если она этого не сделает, и не станет светом мира и соли земли. Горе нам, если мы с верой, любовью и страхом Божьим не отдадим себя в руку Божию на это дело, которое одно может не только спасти Россию, но и сделать ее светом мира и солью земли. Лишь бы мы не в себя, а в Бога верили и твердо помнили, что жив Господь Бог, творящий чудеса. Во всех этих беседах я исповедовал Бога живого и правду его. Неудивительно, что часто я повторялся, исповедуя по всем вопросам вероучения и жизни по вере, все того же Бога единого, всю ту же единую правду его. Не смею просить лиц, удостоившим мои беседы, посещением их до конца. Простить мне эти повторения, уверенные, что они вместе со мной понимают законность этих повторений, их неизбежность. Особенно полезно повторять то, что наиболее забыто нашими современниками, что наиболее необходимо им вспомнить и твердо помнить, что сойти с пути видения на путь веры и стать достоянием Божиим, а не Бога покушаться делать достоянием своим. Вот почему все серии своих бесед закончил повторение святых, бесконечно дорогих для ума и сердца моего истин. Бог есть любовь, альфа и омега бытия. Любовь – цемент, связующий Творца и всех верных Ему любовью в творении Его, в одно блаженное единство Царства Его, причастие жизни Его, силы, могущества и славы Его. Верховный мировой закон правды Божией, как и верховный закон христианского откровения, заключающий в себе житворящий дух правды Божией, всего вероучения, всей христианской этики и жизни по вере и есть любовь в ближнем присвете любви к Богу всем разумениям, всем сердцем, всей крепостью, до готовности пострадать, до смерти крестной. Зло – свобода от Бога, жизнь земная – скорбный опыт жизни блудного сына вне Дома Отца Небесного. Дело Божие на земле – примирение наше с Богом, путь истинной жизни, в отвержении себя, принятие креста и следовании за Христом. Перейти с пути видения на путь веры – значит стать умом, сердцем и жизнью достояния Божьим. Твердо решиться стать на путь разумного братолюбия, присвятия любви к Богу всем разумениям и помнить, что жив Господь Бог, творящий чудеса. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Закончил первую часть этой книги Николая Николаевича Неплюева «Путь веры». Следующая уже будет в следующей части этой книги. Слава Христу! Слава Христу!